Всем Retrowave со вкусом яда, пацаны, и чувствую, что вы уже поняли, что мы будем сегодня делать, но это не совсем так. Дело в том, что офигенный вайб, офигенный трек и офигенное настроение получились у Gonflada, у Aira и у Bitmaker Torreno в их треке. Но я решил этот вайб, настроение и эту гармонию перенести на другой звук, немножечко другой звук, и показать вам этот трек по другим углом, и, соответственно, самому на него посмотреть по другим углом. Так что давайте приступим. Темп наш сегодня 160 ударов в минуту. Первым инструментом будет омнисфера и библиотека Key Escape, а именно Celestia. Да, я понимаю, что, возможно, у вас нет омнисферы, естественно, все это будет в итоге зарендерено. И начнем с аккордов. Я их буду называть так, как они называются в филке. Первый аккорд F minor, следующий аккорд D sharp major, то есть просто D sharp, потом A sharp minor, вот он, и C sharp major. Чтобы уменьшить резкие переходы во высоте тона, вот конкретно вот этот аккорд ниже, чем все остальные, мы просто берем его нотку, control, нажимаем стрелку вверх, нажимаем, переносим на октаву вверх. Это тот же самый аккорд, просто мы сделали его обращение. Теперь мы можем прописать снизу еще, например, басовые нотки, чтобы было круче. Берем Alt-S. Стало круче. И да, видос будет длинным, я буду делать много разных вещей, почти все очень простое, но если вам что-то непонятно, можете написать в комменты смело, и я либо в комментах отвечу, либо в следующем видео, короче, где-нибудь отвечу. Ну и чтобы было круче, можем выделить все средние ноты в аккордах, нажать control, стрелка вверх и... Просто мы еще раз обратили эти аккорды, добавляем еще Addictive Kiss, это будет наш второй инструмент. А именно вот этот звук. Прекрасно звучит, вы не находите, на самом деле, конечно, нам такой пердеж не нужен, Alt-зажимаем, откручиваем Velocity. Он нам нужен в том числе для того, чтобы мы сделали всякие тон-тин-тин-тин-дин-дин-дин. Например, вот так. Вот здесь вот. Дублируем. Здесь мы сделаем вообще дикую вещь. Ты-ры-ды-ды-дут будет сейчас. Вот так. И вот так. То есть мы идем снова по ноткам аккорда. Это та же самая гармония, что была в оригинале, просто на других инструментах. Там был дикий ретро-вейв, у нас просто, просто акустик. Теперь добавляем еще один Addictive Kiss, на котором мы будем писать эту дополнительную мелодию. Она будет у нас в виде арпеджио, и снова идем в тот же самый пресет, только выбираем Fusion Pad. И мы будем идти четко по нотам аккордов. Вот так. Вот так. Получилось вот такое арпеджио. Мы можем просто его выделить, зажать Shift и перетащить на соседний аккорд. И вот здесь просто подвинем те нотки, которые отличаются, потому что у нас есть Ghost Channels, которые нам позволяют это сделать. Естественно, нам нужно настроить velocity. Как обычно у нас звук, который приходится на сильную долю громче, на слабую долю тише. То есть каждый второй звук тише. Мы можем теперь перебросить все это на октаву вверх и... Еще и еще. Мы можем добавить дополнительную, идущую, скажем так, вслед за нашей мелодией, дополнительную мелодию просто снизу. Она будет отличаться от корневых нот нашего аккорда. Мы можем немножко добавить ей громкости, чтобы слышать в тонле, она звучит. Нет. Дублируем, и во второй части мы можем сделать, например, вот так. Откручиваем velocity обратно, как-нибудь тоже его делаем немножечко. Можно рандомнуть, но я быстренькой мышкой натыкаю, как-нибудь как чувствую. Я тоже думаю, что вы способны натыкать, как чувствуете. Теперь добавляем еще один инструмент, и это будет гитара, потому что все круче с гитарой. Ample Guitar, не переживайте, все будет в проекте. Мы делаем следующее. Выбираем вот эти верхние нотки, жмем Ctrl-C, переходим здесь в гитару, в Ctrl-V и... Мы просто взяли нотки аккомпанемента и перебросили его в гитару, они вдвоем будут играть нам аккомпанемент. Мы можем делать с Ctrl-X перейти в следующий паттерн, посмотреть на эту гитару отдельно. Поскольку это гитара, она такая, она такая чувственная, она такая красивая, мы можем сделать Alt-X и уже с прошлого ролика знакомым действием увеличить ей Multiply, то есть разницу между самым тихим и самым громким звуком. Сделаем вообще 200%, потому что мы можем. Открутим Offset и получаем... И сейчас будем продлевать каждый отдельный звук. Как в прошлом видео, нужно сделать релиз. Вот мне так гораздо больше нравится. Теперь мы можем все это выделить, снова продублировать. Ctrl-A, Ctrl-X, возвращаемся в предыдущий паттерн, Ctrl-V. Теперь нам нужно сделать самое важное. Просто так гитара не звучит. Нам нужно обязательно повесить на нее гитар-рик. Тут очень удобно. То, что пресетики можно отмечать звездочками, какие классные, какие средненькие. Мы просто переходим в те пресеты, которые мне нравятся. И я хочу вот этот пресет. Слышим, что громковато. Просто теперь все это берем и откручиваем немножко велосипед. Капельку еще. Естественно, после гитар-рига нам нужно открутить громкость у гитары, потому что она слишком громко лупит. И после этого повесить параметрик. Тыкаем два раза на стрелочку, открывается очень удобный пресет. И маленькая фишка, возможно, вам тоже понравится. Двумя кликами открываю нужный мне пресет, отпиливаю сразу вниз. И если мне дополнительно что-то еще из серединки нужно немножко прибрать, какой-нибудь там мути или типа того, я на какой-нибудь из этих бендов тыкаю средней кнопкой мышки. Просто у нас появился бенд, и мы можем немножко еще вырезать какой-нибудь мутный мути. Гитара все-таки инструмент заднего плана в данном случае, и поэтому можно немножко прижать ее сильнее, чем если бы она была лидирующим инструментом. Повторим ту же самую процедуру, ту же самую процедуру с Addictive Kiss, потому что лидирующий инструмент. Он, вот, Селестия, блин, как классно звучит. Еще, чтобы подчеркнуть крутость этого звучания, можем накинуть сюда озонный майджер. Включаем Learn сразу, чтобы он сам нам нашел какие-нибудь бенды. Передвигаем вот сюда, где-нибудь на район 200 Гц, даже чуть повыше. Включаем Stereoize и тупо расширяем, потому что так будет круче. Можем взять эту же настройку вот так потянуть сюда и перетащить на второй наш инструмент, и получится, что у нас все красиво, широко и круто. Набор ударных у нас абсолютно стандартный кик. Head, snare, snare. И еще, и еще мы добавим сюда Addictive Drums, потому что нам нужен будет немножко живой snare. И еще интересная штука с хай-хэтами. Заходим в интересные настройки, крутим Pogo, как-нибудь вот так, крутим R-Mix, то есть Ring Modulation E. Как-то вот так. Вот, вот так. И теперь нам нужно взять нотку пониже, и вот он этот хай-хэт, по-моему, который был в оригинальном треке. Ну, очень похожий, по крайней мере. Так можно сделать вообще с любым хай-хэтом. Заходим в Addictive Drums. Вот эти снэры, которые нам нужны, и еще мы немножко сейчас открутим у них Room, и подкрутим Overhead. В первую очередь, естественно, пропишем эти снэры, пустим громкость, выставляем, как обычно. Этот снэр еще немножко звучит вправо, так что крутим его влево панорамой. Ctrl-C, Ctrl-V, и этот немного убавим. Паттерн хай-хэтов, помимо звучания, в основном стандартный. Переключаемся на одну третью, здесь мы сделаем пробежечку. Вот так, вот так, вот так. Можно даже сделать вот так еще. И здесь мы сделаем еще какую-нибудь маленькую пробежечку. Переключаемся на одну вторую, Ctrl-U. Паттерн кика, он суперсложный. Возьмем какую-нибудь вот такую тоже нотку. Теперь пропишем паттерн именно живых ударных. Почему нам нужны именно живые? У нас будет основной снэр, и вот это вот такие звучки типа. И вот здесь мы можем выбирать чуть-чуть разные сэмплы. Убавляем, делаем типа вот так. Идеально. Теперь нам нужно сделать обработки всего этого действа. Назовем это так, потому что звучит это пока не очень. На первой снэр мы, конечно, вешаем half-time, потому что как же так? Я выкладываю видосы, у меня нет half-тайма, такого не бывает. Одна восьмая, полторашка. Круто. Теперь вешаем сюда, естественно, RC-20, потому что ситуация как с half-таймом. Иначе быть не могло. Отключаем нойзи, отключаем воблу, дисторшн. Типа давайте на 63. И теперь, чтобы усилить эффект дисторшна, мы можем немножко поддать гайну, то есть входной громкости. У них есть входная громкость и выходная громкость. Space, то есть ревер, слишком дохер... слишком много. Вот так нормально. Можем открутить тони, сделать вот так, сделать вот так. Слишком дофига вверха, немножко его уберем. И добавим ревера. Вот с этим снэром мы поступим гораздо, гораздо более жестко. Первым также будет Retro Color, как и второй обработкой у нас на том сценаре он шел. И Gain на максимум. Дисторшн на максимум, получаем. Output Gain откручиваем немного. И делаем вот так. Вот. Теперь добавляем следующий плагин. DS10, то есть от создателей Retro Color это Transient Master. Добавляем сюда 25% и откручиваем у Sustain, типа давайте 30. И немножко на Retro Color доведим все-таки Space. Добавим основному снэру громкости здесь тоже. И хеты. На них мы можем также, как и обычно, повесить какой-нибудь типа стерео шейпер и тогда будет прикольно. И огромное, гигантское, просто сумасшедшее огромное спасибо. Хочу сказать всем, кто поддержал прошлый ролик лайком. Потому что 4000 лайков собралось довольно быстро для моего канала. И мне было от этого очень приятно. Огромное вам спасибо за то, что смотрите. Огромное вам спасибо за поддержку. И спасибо за то, что ждете мои новые ролики. И еще по поводу минус 100 центов и почему звук стал выше. Вот этот коммент, по-моему, оказался максимально точно описывающим, почему это произошло. Так что, если вы не поняли, то вот вам пояснение. Треков уже много, но нет самого главного. Нет баса. А бас всему голова. Так что добавляем серым. И в нем выбираем бас. Звучит достаточно круто для этого трека. Он будет у нас просто идти по басовым ноткам мелодии. Ну, с некоторыми моментиками. Например, вот здесь вот мы возьмем вот так. И будет нормальный уровень объяснения. Вот такой будет бас. И здесь можем, например, сделать еще какую-нибудь фигню. Типа вот так. И теперь нужно добавить, что? Естественно, еще одну гитару. Потому что нам нужна, помимо арпеджио, еще лидирующая мелодия. Ctrl-L сбрасываем на какой-нибудь канал. И Serum тоже на какой-нибудь канал сбрасываем. Нужно прописать саму мелодию. Перед тем, как накинуть на нее еще один гитар-рик, естественно. Ну вот вы поняли, да? Что-то такое нужно. Вот так. Да-да-да. Ты-рэ-дэн. А здесь будет F. Да, е-бой, е-бой. Это то, что нужно. Прям е-бой во мне проснулся. Вешаем снова гитар-рик. Я не знаю, как вам, но мне прям очень нравится вот такая аранжировка. Помимо вот такой версии, есть еще ретро-вейвовая. То есть у меня готово почти полностью репрод оригинального трека. Но что-то я подумал, зачем делать постоянно одно и то же. Вот решил попробовать сделать именно... Кстати, вот наш пресет. Каунтри, твак, тейп, это потому что пять звезд, потому что я сам для себя решил, что это хороший пресет. Короче, мне иногда хочется сделать что-то новенькое. И вот этот видос, это как раз это новенькое и есть. Ретро-колор ставим, потому что нам недостаточно просто гитар-рига для нашей лидирующей мелодии. Подкрутим дисторшн, чтобы... Ну так лишнего, вот как-то так. И еще катом открутим дофига частот. То есть у нас получается практически бэнд пасс. И в уайт открутим вифт. И поскольку мы все сузили, нам нужно, как обычно, всратом, максимально всратом все расширить. Поэтому стерео шейпер, стерео айс 2. Слушаем все вместе. Очень громко убавляем. А, ну и можно на октаву вверх. Теперь добавим то, что играет, ну, типа бриджи, я не знаю, что это такое. Короче, нам нужен электро-икс, и это будет арп, который будет играть мелодию аккомпанемента. Давайте сразу Ctrl-S бросим его на микшер. Вот такой крутой пресет. И давайте сразу идем в новый паттерн. Для этого Ctrl-C, Ctrl-V сюда. На нижней нотке удаляем. Что я хочу проделать? Берем вот эти нотки, вот эти нотки, и вот эти нотки, и вот эти нотки. Ctrl-В, нет, вот эту нотку поднимать не надо, потому что она не повторялась. И это тоже. Просто, чтобы эта мелодия отличалась от основной, некоторые нотки были чуть повыше. Давайте вот так, и вот эту F-ку еще выше. Ctrl-X, Ctrl-V в основной паттерн. На ее канале мы сразу накинем сюда параметрик, потому что дофига в ней низа. Вот так, вот так. С эквалайзером, как и с компрессором, про который я говорил в прошлом ролике, нужно обходиться максимально аккуратно. То есть, если у вас все звучит нормально, не трогайте, не лезьте. Не лезь, она тебя сожрет. FL-ка я имею в виду, или звукорежиссура. Не важно. Если все звучит нормально, то пусть оно также и звучит нормально. Просто на крайняк можно немножко прибрать совсем низкие частоты, чтобы просто место под бас освободить. Но если в остальном все нормально, просто не трогай. И теперь просто наступит момент, в котором олды прослезятся, потому что мы добавляем 808 Clean Urban. Сэмпл, которого давно не было на канале, но это по-прежнему мой, наверное, самый любимый сэмпл с 808 басом. Откручиваем ему Out и откручиваем ему Life. Life. Чтобы это был короткий сэмпл. Правая кнопка мышки Cut It Self. В оригинальном треке есть паттерн с 808. Так что мы его тоже сделаем. Теперь нужно некоторые нотки перебросить выше или низу, чтобы звучало поинтереснее. Да, партий получилось много. Но мы сейчас их все расставим. И вот конкретно ты, человек, который пишет в комментариях, что партий слишком много, опять ты намудрил, опять все сложно. Вот ты вот попробуй в проекте. Вот я проект сказал, что выложу, и там все будет зарендерено. Ты попробуй скачать проект и подключать партии вот в тот момент, когда они звучат. И вот сразу все развалится, потому что вот эти партии необходимы. Оригинальный трек тоже сложный. Именно поэтому мне вот так захотелось заморочиться и прописать такую прям аранжировку. Прям аранжировку. Я надеюсь, что вам нравится. Давайте вот сюда нажмем и сделаем Split by Channel. И еще у меня на сладкое кое-что для вас осталось. И теперь у нас осталась тоже довольно важная вещь. Это, естественно, Озон на мастер. Потому что без Озона на мастере ничего не заведется и никуда не поедет. В целом это будет абсолютно обычная настройка, которую я делаю каждый раз. Ну, вы все знаете и так. Теперь кое-что крутое. Прямо перед вами соляк из оригинала, который сыгран на синте. Но я переложил его на гитару. Этот парт играют две гитары. Одна влево на 50%, другая вправо на 50%. И вот на одной вот этот пресет гитаррига, на второй вот этот пресет гитаррига. В остальном абсолютно одинаковые настройки. В Valhalla Plate можете посмотреть настройки, тоже ничего интересного. Я не буду на видос это подбирать, потому что это просто будет очень долго. Но в финальном треке, который скоро вы услышите, это будет играть. И на этом у меня все. Перед тем, как мы послушаем, если у вас есть какие-то вопросы по этому проекту, то можете написать их в комментах. И если вопросов будет слишком много, ну что ж, мне придется поднять стрим и как-то пояснять этот проект. Ну и если ролик понравился, был хотя бы чуть-чуть интересен, чуть-чуть полезен, или просто понравился бип, то можете поставить лайк под этим роликом. Тогда мне будет приятно. А если ролик был неинтересен, бесполезен, вообще какая-то фигня, то ставьте заслуженный дизлайк и можете написать в комментах, что вам не понравилось. И еще напоминаю, что у меня есть большой, полный видеокурс по битмекингу от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня в описании под этим видео. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Обязательно посмотрите другие ролики на канале, они не менее, а то и более интересные. И я уверен, что если вам понравилось это видео, то другие видео на канале вам точно понравятся. Слушаем. И с вами был Стас. Все, пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok